В группе ВКонтакте, известного в городе экологического Рязанского альянса, в конце прошлой недели появился пост о том, что по периметру озера Сегденского кто-то выкосил вдоль реза воды всю прибрежную траву. В народе камыш на самом деле рогоз. В сообщении организации сказано, на Сегденском озере идут работы по благоустройству, зачем-то вырубили весь камыш вдоль реза воды. Что за замысел, непонятно. Так все и лежит. Такая жара. Да ведь там и животные прятались, утки всякие, ежики и так далее. Теперь люди ходят, уже тропинку протоптали. Конец цитаты. Первым делом мы обратились к экологу и общественному деятелю Евгению Рыбакову. Озеро Сегденское – это памятник природы. У памятников природы должны быть, если формально подходить, режимы охраны. Это озеро стало памятником природы в 1974 году. И режимы там так очень слабо описаны. Но даже в них написано, что нельзя проводить работы, которые могут нарушать гидрологический режим и которые могут навредить животному миру. Про гидрологический режим не знаю. Посмотрим, чем дело кончится. Но, судя по всему, если чем меньше растительности, тем больше будет высыхать поверхность. И так озеро очень упало по уровню воды. А то, что там прятались всякие утки, ежики, это же очевидно. И теперь у них нет этого дома. Отдыхающих на озере исчезновение камыша тоже, как минимум, удивляет. Конечно, немало хорошего сделано в этом сезоне. Наша съемочная группа успела заметить новые мостки, очищенный лес, завезенный на волейбольную площадку песок, выпиленные аварийные деревья. Вроде бы сплошные плюсы. Но вот зачем косить рогоз вокруг всего озера, этот вопрос вызывает скорее недоумение. Я по своей, первый раз, то, что камыш. Вот все спрашивают, почему камыш. Херь, ну мы-то люди подневоленые, нам сказали, потому что в договоре ясно написано, уборка камыша. Ну на это озеро никогда никого не пускали. Это были обкомовские дачи. Тут даже купаться нельзя было, рыбу ловить тоже нельзя было. Тут милиция ходила, нас забирали. Я родился вот приозерное, 4 километра отсюда. Мнения людей разнятся, как в комментариях в соцсети, так и расположившихся на отдых в лесу. Одним нравится вид убранного от зарослей озера, другие отмечают, что пропала природность и естественный вид. Купаться, конечно, никто не бросил, но вопросов много. Впрочем, на месте скошенной травы уже растут молодые побеги. Непродуманные какие-то решения, хотя мы тоже обращались устно в Министерство природопользования. Они говорят, что экологическую экспертизу проект прошел, замечаний нет. Очень странно. Наша телекомпания однозначного ответа на вопрос, о коз прибрежной травы во благо или во вред, пока не получила. Мы отправили запрос с интересующими нас и отдыхающих людей, а также экологов, вопросами в региональные Минприроды. И будем ждать ответов по проекту благоустройства Сегденского. Настоящего природного чуда в 20 километрах от областного центра. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова